Анастасия, сколько сейчас торговых точек в вашей сети, где они расположены и на какого покупателя ваша сеть ориентируется? На данный момент у нас 15 торговых объектов. Один из них, он не совсем стандартный, это кафетерийная набережная Геленджика. Один из магазинов у нас находится в Краснодаре, один в нем российский и полноценный, один еще в Геленджике. Через две недели, уже даже меньше, 15 июня мы открываем 16 наш объект в городе Сочи. Наш покупатель, это, наверное, портрет нашего покупателя, он будет складываться из миссии покупки. В основном к нам покупатели, в первую очередь, приходят за настроением, за атмосферой. У нас в магазине комфортно, можно сделать покупки, это собственное производство, это значимая, очень значимая доля в картине нашего покупателя, из чего мы делаем выводы, что у нас очень деловой покупатель, а также с хорошим вкусом к еде, потому что мы на самом деле по собственному производству очень скруплезно работаем над меню, чтобы оно было интересным, соответствовало трендам, ожиданиям. Также наш магазин, это рай для новаторов, у нас очень много экспериментаторов, аудитория достаточно молодая, преимущественно основное зерно нашей аудитории, это составляет покупатели 25-45 лет и, наверное, с доходом средний и выше, которые стремятся соответствовать трендам, не боятся экспериментировать, попробуют что-то новое. И, собственно, наш магазин, наш супермаркет, наша сеть готова предложить. То есть, условно говоря, правильно понимаешь, что у вас покупатель все равно должен быть с уровнем определенного дохода в ориентировке таких людей, да? Нет, мы ориентируемся, на самом деле, на очень широкую аудиторию, у нас можно купить и базовую корзину, и даже по каким-то супер промо-позициям мы спокойно конкурируем, скажем, даже с дискаунтерами. Вот, действительно, на самом деле, для любого покупателя мы способны закрыть его потребность и по готовым блюдам, по готовой продукции, потому что у нас есть вот самых простых блюд, там, от крошки, там, от любого, там, простого салата до самых сложных деликатесов, и поэтому эта миссия закрывается. Просто вопрос, сколько таких покупателей, их может быть чуть больше, может быть чуть меньше, но на самом деле 70% наших покупателей ходит, делает покупки и у нас, и в дискаунтерах, немножко расходится миссия. Ага. А вот насколько сложно, скажем так, работать с покупателем, который, ну, условно говоря, более требователен, который приходит к вам как раз за какими-то премиум позициями, за какими-то новаторскими товарами? Вот, насколько сложно угодить там, и, может быть, вы на чей-то опыт ориентируетесь? Здесь очень хороший вопрос, очень интересный, потому что на самом деле мы очень любим таких покупателей и эти вызовы, и такие покупатели нас вообще стимулируют на развитие услуги, мы делаем ее более экспертную, глубокую. Например, что касается в категории алкоголя, у нас в каждом магазине есть свой кавист, который сделает очень квалифицированные ребята, которые помогут выбрать на самому требовательному покупателю, подобрать алкоголь, вино, гастрономическую пару к этому мероприятию по целям, по задачам. Более того, для любого покупателя мы готовы рассматривать его обращение как лично к персоналу магазина, к тому же кависту, к тому же любому сотруднику магазина через любые наши коммуникации, через WhatsApp, email и так далее, и мы рассматриваем заведение любых новинок. Что касаемо алкоголя, я не договорила, если у нас на полке нет этого продукта, покупатель может оставить заявку в магазине, мы специально для него этот продукт привезем и специально свяжемся с ним, и он сможет у нас его приехать и купить. Это же такие же, например, есть возможности, ну, не знаю, в конструкторах Лего, технике СМЕК, которая, ассортимент у нас, допустим, мы единственный, наверное, ритейлер FMCG, который продает технику СМЕК и очень хорошо и очень успешно. Даже расскажу пример, у нас для того, чтобы ярко продвинуть мелкобытовую технику СМЕК, мы просто поставили большой холодильник, забили его там напитками, просто для того, чтобы он красиво стоял, у них яркие большие холодильники в ретростили, у нас пришел покупатель и захотел купить этот холодильник, и он его купил. Конкретно этот? Да, конкретно этот, с полным тем алкоголем, которым он был заполнен. Ну, интересно у вас, да, этот самый посетитель. Вот я знаю, что, ну, вы уже, как и сказали, что у вас есть магазин «Товарищ на побережье», то есть вы, в принципе, такой курортный регион, и к вам, учитывая события последних лет, сейчас, наверное, особенно активные люди приезжают. Вы как-то привлекаете специально к себе вот тех покупателей, которые приезжают, ну, скажем, там, на какое-то время, период, то есть у вас есть какая-то коммуникация, чтобы они о вас тоже узнавали? Коммуникация сейчас такая, что основной, наверное, канал коммуникации с такими покупателями – это диджитал. Мы очень много, мы достаточно так серьезно работаем с таргетами, в основном ориентируемся все-таки на гео-таргетинг, потому что покупатели действительно могут приезжать откуда угодно. Есть миграция даже в Краснодарском крае, она, наверное, прям сумасшедшая. Мы практически отказались, мы полностью отказались от ТВ-рекламы, поэтому, ну, в принципе, основным притяжением наших покупателей, которые о нас не знают, о новых, это является наша локация. Они у нас выбраны, закреплены в отличных местах, это все-таки для ритейла локация является самым первым и определяющим местом. И для того, чтобы магазины стали еще более заметными и выделили нас на фоне остальных конкурентов, мы очень преображены визуально. У нас красивые фасады, у нас возле каждого магазина разбиты летние кафе, озеленение, на некоторых магазинах есть прямо террасы, и они, в общем-то, и привлекают внимание, плюс удобный паркинг, ну, то есть очень комфортно совершать покупку, и мимо нашего магазина сложно, в общем-то, проехать. То есть он, некоторые из них работают 24 часа в сутки. А это редкая история для вашего региона? Для FMCG, крупного супермаркета, это редкая история. А как-то специально, скажем так, к повышенному летнему трафику вы готовитесь, то есть как вы с этим вызовом работаете? Готовимся. Мы готовимся в первую очередь в ассортименте, то есть мы специально под каждый магазин у нас корректируется матрица, допустим, под Геленджик, как сугубо прям курортный город, и, конечно же, летом это прям наиболее заметно. В теплый сезон у нас там максимально мы работаем с сезонной полкой, также это касается меню летнего, это касается каких-то наших активаций в Инстаграме, это касается наших, в общем, оформления магазина. Вот, допустим, для того, чтобы привлечь, ну, естественно, мы разбиваем наши летние кафе, выносим мебель, то есть если на холодный период и на межсезонье у нас летние кафе по понятным причинам не работает, сейчас она работает, и мимо него действительно не пройти, не проехать, и захочется там остановиться. Более того, мы выносим уличную торговлю, то есть пешеходный трафик, который находится в местах нашего расположения, он тоже автоматически к нам залетает, потому что у нас стоит уличная торговля с продажей выпечки, снеков, тут же варят кофе бариста, и тут же можно удобно сесть, а если есть, была идея что-то еще и прикупить, то, пожалуйста, человек заходит в магазин, и так, в общем-то, о нас узнают туристы. Что касается конкуренции и в целом положения на рынке в вашем регионе, вот сейчас многие говорят, что ритейлерам региональным зачастую приходится выживать, вот применимо ли вам вообще это слово выживать, вот в чем рецепт, условно говоря, успеха и сохранения таких вот позиций, как у вас сейчас есть? На самом деле конкуренцию нельзя игнорировать, как бы там на каком-то этапе развития, уверенно, компания себя бы не чувствовала, это всегда очень динамичный процесс и очень все зыбко, на самом деле, любые изменения, как вот в прошлом году, такого макроэкономического глобального уровня, как вот локдаун, ну и какого-либо, ну любые ограничения, там, соцограничения по ценам и так далее, они могут сильно изменить рынок, да, законодательство, ситуации какие-то и так далее, поэтому здесь я не могу рассуждать в свете этих факторов, но есть у меня другое, да, убеждение по нам, что нам удалось, наверное, себя отделить от наших конкурентов в регионе тем, что мы не можем конкурировать сильно по ценам, потому что мы компания небольшая, у нас не та покупательская сила, не тот вес покупательский, но мы нашли свои сильные стороны, мы очень круто работаем собственным импортом, мы сами возим товары с 39 стран, у нас очень сильная экспертиза и очень хорошая промышленная база в производстве готовой продукции, мы это делаем давно, уверенно и очень качественно, у нас постоянно проходят коллаборации с какими-либо шефами, это могут быть шефы не только местные, краснодарские, как вот недавно мы сделали, выпустили несколько продуктовых линеек, снеки, стритфуды с местными шеф-поварами, мы работаем также и с московскими известными шеф-поварами, которые становятся нашими бренд-шефами, вот в том году мы также выпустили пиццу, свинченца делила пинца, а в этом году вот у нас буквально сейчас вышел проект с нашим японским, с Масаюки, вот, собственно, это и помогает нам, наверное, отстроиться, помимо того, мы очень сильно прикладываем, большое количество усилий прикладываем к атмосфере в магазине, для того, чтобы покупателю было крайне комфортно, это музыка, это определенное освещение, это удобный паркинг, это вежливый персонал, который не нужно ждать долго, которого достаточно для того, чтобы взаимодействовать с покупателем, вот, это дополнительные всякие опции, мы можем делать по предзаказам, готовить специальное, ну, там, количество продукции, чтобы, то есть, покупатель, придя в магазин, не нашел нужного объема того, чего ему нужно, он не развернулся, он, чтобы он заранее мог сделать заказ, мы ему предготавливаем его. Помимо опции с ковистами, с консультантами, с, что еще у нас, у нас очень классно мы работаем с охлажденным, с фрешем, это имеется в виду и рыба, и мясо, рыба, мы никогда не работаем с заморозкой, с дифростатом, это принципиальная позиция, у нас это, конечно же, не дешево, это не может быть дешево, потому что это достаточно дорогая логистика, этот продукт живет очень ограниченное время, это суперфреш, но это принципиальная позиция, что у нас в магазинах только, в общем, мясо охлажденное, оно только охлажденное. Вот, за счет вот таких маленьких шажков, за счет наших инициатив, за счет доп. услуг, доп. опций, вот, наверное, нам удается отличаться за счет атмосферы в магазине от наших конкурентов и удается завоевывать лояльность нашего покупателя. У вас еще есть такие интересные вещи, сервисно-технические, например, как зарядка для телефонов в тележках. Где вы черпаете идеи для таких нововведений? Идеи черпаются из разных источников, это не обязательно, может быть, какой-то целенаправленный поиск таких идей, это могут быть какие-то случайные опции, могли быть где-то находиться в другой стороне, кто-то из сотрудников увидел какое-то решение совсем в далеком от ритейла блоке, и почему бы нам тоже не сделать то же самое? На самом деле опция с зарядками на тележке, она где-то уже не первая мы это сделали, кто-то там уже в Европе или в Штатах или в Юго-Восточной Азии уже этим как бы практикует, мы это увидели и сразу же реализовали у себя, и кажется, решение классное, оно такое простое, но любые такие решения, важно, чтобы они не просто для галочки сделаны, они, в общем-то, не ремонтируются, не заряжаются и не живут, мы, в общем-то, очень к этому серьезно относимся, если мы что-то делаем, то мы это стараемся эксплуатировать, обновлять, заряжать, чтобы это было полной, полноценной опцией. А от покупателей какие-то предложения похожие поступают? Что, например, такого, вот если можете вспомнить, вводили по просьбам покупателей, по пожеланиям? Это наши покупатели, это наши, скажем, как я уже в самом начале сказала, это наш самый главный драйвер, и мы слушаем нашего покупателя, скажу даже больше, что все предложения, которые к нам поступают от наших покупателей, их читает весь менеджмент компании, оперативно реагирует, будь то жалоба, будь то какая-то благодарность, будь то какое-то пожелание, и мы очень часто от покупателя получаем предложение. Есть даже такие, вот недавно один из наших покупателей, мы прямо их некоторых знаем в лице буквально, потому что они очень часто с нами контактируют. Будучи в Америке, в одном из ритейлей присылал нам фотографии, говорит, ребят, сделайте то же самое, мы тоже хотим. У вас вот есть что-то вот чуть-чуть вот так вот делайте, а вот дополните и сделайте вот так. В основном это касается готовых блюд, какие-то присылают рецепты. Мы, кстати, очень много рецептов от наших покупателей делаем, сами много привносим из своей жизни. Вот, допустим, у нас самый хит-продаж в выпечке есть лаваш. Это рецепт лаваша одного из наших сотрудников, его семейный рецепт, мы его реализовали, и уже много лет это топ-продажа наш лаваш. Лично у меня была такая история, что я тоже в гостях попробовала тыкви на творожную запеканку без сахара. Я говорю, боже мой, какое чудо, дайте рецепт. Приехала с гостей, отправила своим коллегам в производство на разработку рецептуры, и мы сделали то же самое, сейчас тоже продаем. Вот, то же самое касается абсолютно любых категорий. Информация приходит откуда угодно, это могут быть обращения на горячую линию пожеланий, это могут быть просто сообщения в директе, в инстаграме, в соцсетях, или просто комментарии под пабликами. Мы очень внимательно собираем, отвечаем на все, и если какой-то конкретной категории пожеланий, соответственно, она уходит на проработку. К нашему категорийному менеджменту мы обязательно пишем ответ, что рассмотрим, заведем, примерно покупатели отвечаем, когда мы это рассмотрим, заведем, или же если мы не согласны с этим, что мы такой продукт не хотим заводить, у нас есть убеждение, почему мы это не делаем, мы покупателю даже это объясняем с обратной связью, мы бы рады это завести, но знаем, что есть какие-то там недостатки, поэтому по этой причине мы не будем заводить. Это очень круто. А у вас есть программа лояльности вашей? Да, у нас есть программа лояльности, она не так давно у нас была обновлена, какое-то время это была система скидок, вот с прошлого года мы в тестовом режиме сначала запустились в одном городе, в Новороссийске, запустили бонусную программу, бонусная программа, основной механизм ее составляет, это 5% бонусов за покупки, которые 5%, то есть нету конвертации ни туда, ни обратно, это 5% бонусов, это и есть 5 рублей, то есть никаких, в смысле 5% нет никакой обратной конвертации, то есть в ритейле это максимальный процент, в FMCG, который только есть, в основном это у наших конкурентов, скажем так, коллег по цеху, это составляет 1% и менее, есть понижающие в основном коэффициенты, немного повышающих, у нас это 5%, ну естественно, в основном и только повышающие коэффициенты за счет выбора любимых категорий, за счет объема покупок можно перемещаться в другой статус и получать больше профитов. А с персонализированным промо вы не работаете? Мы на пути к этому, мы не так давно запустились, мы еще собираем базу, мы еще рассматриваем нашего покупателя, составляем портрет, работаем на сегментации, чтобы эти предложения сделать, скажем так, более интересным, чтобы к этому подойти. А в целом вы, как директор по маркетингу, к проблеме промо сейчас как относитесь? Как по-вашему, вообще реально это переломить ситуацию, которая сейчас сложилась? Как вообще у вас обстоят дела? Что вы имеете в виду? То, что у нас, например, в открытую говорят, что многие категории товаров, такие как, например, не знаю, там... Чай, бытхим, не живет без промо? Да, бытхиме, да, что это нереально продавать, если у тебя нет на это промо. Да, это действительно есть такая проблема, есть категории, которые вообще не продаются без промо, вот, ну, чай, бытхим, порошки, ну, их в принципе не покупают. Это, наверное, уже те правила игры, которые приняты. То есть уже существует... Я к этому отношусь отрицательно, но это уже сложилась такая ситуация на рынке, и я думаю, что быстро, наверное, ее там сложно преодолеть, потому, ну, поскольку даже с определенным уровнем скидки примерно понятен средняя цена на тот или иной продукт на рынке в определенном сегменте. Покупатели все равно будут делать выбор в сторону промо-позиции. Какая-то доля покупателя, которые, ну, мало таких, а сейчас особенно меньше, которые не смотрят на цену таких минимальных, которые не чувствителен к цене, они, наверное, может быть, и приобретут без промо, но это, наверное, шансов нет. Просто нужно действовать в условиях этого рынка и понимать, что какой-то объем будет стоять формально без промо, будет продаваться тот, который под промо. Ну, а персональная промо вы видите как один из вариантов решения этой задачи? Персональная промо решает крайне много задач, и там такой потенциал, огромный потенциал, но мы только на пути, мы только формируем свою работу над персональным промо, поэтому, да, там, наверное, очень многое можно сделать, но тут вопрос работы с коммуникациями. Какие-то еще события в жизни сети у вас ближайшие предстоят, помимо открытия магазинов в Сочи, и каковы вообще, может быть, планы на ближайший год, два, три? Планы. Мы, самый главный план, это мы работаем достаточно мелкими шажками над улучшением того, что уже сейчас есть, то есть открывая новые объекты, мы не забрасываем действующие объекты, не меняем, не смещаем особенно фокус, поэтому мы стараемся у себя, в общем-то, балансировать между улучшением, постоянным апгрейдом услуги в открытых магазинах и очень неустанно думаем над развитием, что мы будем делать дальше. У нас на данный момент открывается Сочи, уже в активной фазе строительства, супермаркет и торговый центр в Анапе. У нас старый магазин в Новороссийске находится сейчас в редизайне, это тоже для нас важно, потому что магазину 12 лет, он уже морально очень устарел, мы его реорганизуем. Ну а если говорить о таких вот вещах, то, наверное, все-таки это улучшение качества работы, это мы, на самом деле, есть одна из таких опций, мы продолжаем свою работу над собственным производством, мы, по сути, наши магазины, они перерождаются немножко такой в другой формат, это не просто супермаркет, это гастромаркет, то есть у нас в магазине можно купить готовое блюдо, удобно сесть там же перекусить, а вот магазин один из наших, не первых, а действительно самый первый магазин, который у нас открылся в Краснодаре, мы его сделали очередной апгрейд, и неделю назад мы с покупателями отмечали обновление магазина, у нас появилось внутреннее кафе, у нас появился целый фудкорт с разными национальными кухнями, ну то, чего в нашем ритейле, особенно пока мы не наблюдали, вот, в общем-то, могу сказать, что акцент, вот мы делаем на это, что мы, по сути, сейчас как гастромаркет. А за пределы домашнего региона пока нет планов? Пока нет таких планов, у нас потенциал по Краснодарскому краю огромный, и специфика нашего, организации нашего бизнеса, она, наверное, очень сложная для того, чтобы рассматривать другие регионы, мы там промышленный базик, логистики привязаны, мы, в принципе, небольшая компания, и процессы у нас тоже, ну, большие объемы нужно будет перестраивать, видоизменять. На данный момент мы вот развиваемся органично и с тем темпом, который всем можем позволить, и на самом деле у нас в регионе еще есть потенциал, и мы, наверное, пока рассматриваем себя на домашней территории. Ну, я все-таки пожелаю вам стать большой компанией. Спасибо огромное, что вы нашли время, как мы на все заглянули. Спасибо.